В Белгороде появилась новая спортплощадка. Она расположена рядом с Центром молодежных инициатив. Включает в себя шесть тренажеров и три турника с брусьями. Заниматься спортом здесь сможет любой желающий. Сегодня состоялось торжественное открытие. О преимуществах нового спортивного объекта расскажет Надежда Дурнева. Под ногами песок, над головой чистое небо, а вокруг свежий воздух. Это и есть главный кузырь спортивного объекта. Илья Воронов – спортсмен с пятилетним стажем. Если раньше атлет предпочитал оттачивать свое мастерство в душных тренажерных залах, то теперь у него появилась возможность проводить время с пользой на открытом воздухе. Сам лично все попробовал, очень удобно. Все понравилось, все нормально. Зимой не получится. Холодное все железо. А летом, пожалуйста. Очень приятно. Не в душных залах, в подвальных, или в каких-то, в каких бы то ни было других залах, а на свежем воздухе в парке. Замечательная идея. Еще две недели назад рядом с Центром молодежных инициатив был пустырь. Теперь это спортивная площадка с современными тренажерами. Оборудование простое и удобное. Доступно всем желающим. Уличным фитнесом здесь можно заниматься бесплатно. Перебрасывается блин, крутается центр тяжести, отсюда смешается, вот сюда. За счет этого увеличивается нагрузка. Вот отлично. Вот сейчас здесь 60 килограмм. Спортивная площадка была открыта в рамках национального социального проекта «Здоровая нация». Он направлен на развитие в разных регионах страны физкультуры, спорта, активного отдыха и туризма. Пропаганду здорового образа жизни. Целевая аудитория – молодежь. Полная группа мышц. Мышц здесь можно проработать. Поэтому здесь для любого человека, для жителей, для тех, кто гуляет в парке, непосредственно для тех, кто приходит в Центр молодежи. То есть это мотивирует немножко на занятия спортом. Эта спортплощадка первая в Белгородской области и вторая в стране. В середине лета подобное было открыто в Орле. Третьим городом станет Курск. Наши соседи смогут заниматься уличным фитнесом уже в середине ноября. Надежда Дурнева, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.